Переходим к очередной теме. В минувшем году, 3 декабря, истек установленный срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2017-й, в частности, имущественных налогов. Так, если налогоплательщик не заплатил вовремя, то уже со следующего дня, а именно с 4 декабря 2018-го, он стал должником. А задолжность растет каждый день за счет начисления пения. К сожалению, такие должники есть и в Хабаровском крае. Но между тем, налоговые органы по всей стране, в том числе и в нашем регионе, запустили акцию «Новый год без долгов», которая пройдет до 1 февраля этого года. Цель компании – привлечь собственников имущества, все-таки оплатить неуплаченные налоги. За подробностями мы обратимся к нашей гости в студии Наталья Зубкова, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по Центральному району города Хабаровска. Наталья Александровна, доброе утро. Доброе утро. Сколько у нас должников по имущественным налогам в крае и в городе в частности? Ну, на сегодняшний день в Хабаровском крае, к сожалению, 292 тысячи жителей имеют задолженность по имущественным налогам. Из них 125 являются жителями города Хабаровска. Если о сумме задолженности сказать, то для Хабаровского края она достаточно высока, по всему краю это более 1 миллиарда 262 миллионов, и из них 655 миллионов приходится на город Хабаровск. Если рассмотреть по структуре задолженности, к сожалению, наибольший удельный вес у нас приходится на неуплату транспортного налога. Это 843 миллиона. На втором месте у нас стоит налог на имущество физических лиц, порядка 260 миллионов. И на третьем месте налог на землю 150 миллионов примерно. Получается порядка 20% хабаровчан практически, да, практически каждый пятый не заплатили имущественный налог. Да, но вот это в основном злостные какие-то неплательщики, которые копят годами или просто вот они там тянут до начисления пени, да, например, а потом уже когда видят, что у них задолженность начинает расти, уже как-то вот это их стимулирует расплатиться? Да, я бы не сказала, что это злостные неплательщики. Есть категория людей, которые просто не любят платить налоги и будут ждать до последнего, пока к ним в дверь не постучатся судебные приставы. Есть люди, которые, ну, в силу каких-то обстоятельств отсутствовали или, может быть, забыли уплатить налоги. Ситуации разные. А что показывает практика? Вот это типичная ситуация, вот такие цифры для начала года? Ну, знаете, по сравнению с предыдущим периодом у нас, конечно, есть прогресс, потому что порядка, ну, скажем так, общее количество задолженности людей, которые не уплатили налоги, у нас уменьшилось. Уменьшилось примерно на 10-15 процентов. Ну, если в числовом выражении, это где-то 40 тысяч жителей по Хабаровскому краю и в том числе по городу Хабаровску 20 тысяч исполнили свою обязанность своевременно. А те, кто не исполнили, те, кто не платит налог, что им грозит? Что грозит? Ну, как вы уже правильно сказали, с 4 декабря начисляется пение. В первую очередь налоговые органы сейчас начнут направлять требования с указанием конкретного срока, до которого необходимо уплатить имеющуюся задолженность. В случае, если в указанный срок задолженность не будет погашена, налоговый орган вправе обратиться в суд для того, чтобы суд принял решение о взыскании задолженности за счет имущества физического лица. Ну, это все в рамках налогового кодекса. И затем судебный приказ отдается службе судебных приставов, которые в первую очередь это ограничение права распоряжаться своим имуществом, ограничение права выезда за границу, арест имущества. И не стоит забывать, что судебные приставы вправе взыскивать не только с имущества физического лица, но также с его денежных средств. То есть сюда попадать счета заработной платой, пенсии, пособия. И хочется напомнить, что если человек довел ситуацию до службы судебных приставов, то помимо задолженности, которая у него возникла по налогам, с него еще взыщут госпошлину и плюс исполнительский сбор. Если вернуться к пене, то каков размер? Размер пене за первые 30 дней 1,03 от ключевой ставки банка. Ставка банка на сегодня 7,75%. А если человек не получил налоговое уведомление, это не повод не платить? Не повод. У нас не платит, скажем так, не повод не платить в случае отсутствия налогового уведомления, если налоговый орган ранее ни разу не направлял уведомления. Как правило, это очень редкие случаи. Налоговые уведомления направлялись двумя способами. Первый – это в электронном виде всем, кто зарегистрирован в личном кабинете физического лица. И второй способ – это Почта России. Поэтому, к сожалению, Почта России у нас срабатывает не всегда на 100%. И не стоит забывать, что уведомления рассылались заказными письмами. И, как правило, люди, не пользующие электронными средствами, просто не хотят идти на почту для того, чтобы получить налоговое уведомление. Ну вот акция «Новый год без долгов». Что это за акция и в чем ее смысл? Ну, это больше не акция, это компания. Она проходит во всех налоговых органах страны, в том числе и в Хабаровском крае. И ее цель, как вы правильно сказали, напомнить собственникам имущества о том, что им необходимо уплатить имеющуюся у них задолженность. Это большая информационная компания, которая проводится в средствах массовой информации. Налоговые органы проводят тесную работу с такими, скажем так, субъектами, как управляющие компании, ТСЖ, ГСК, там, где непосредственно собственники ближе. В местах массового скопления людей это торговые центры. Плюс сюда подключаются администрации городских округов и органов местного самоуправления. Спасибо большое. Спасибо большое. В общем, ждать, затягивать не стоит с этим вопросом. Потому что 3 декабря уже не стоило. Да. Поэтому, если вдруг кто-то не поспешил, поспешите. В студии была Наталья Зубкова, заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по центральному району города Хабаровска.